Сан-Шан-Радио Отличные песни, одна за другой Радио Семь на Семьих Омах В Москве, шесть часов вечера Радио Семь На твоём радио новости в студии Геннадий Гордеев Здравствуйте Из аварийного жилья в Ростове в этом году Переселят более 220 человек За выходные пожарные 13 раз Тушили ландшафтные возгорания И в полуфинале Кубка ЕГФ Ростов-Дон сыграет с венгерками Более подробно об этих событиях Кварт Константиновского дворца Повестка дня переговоров Предполагала обсудение ключевых вопросов Дальнейшего укрепления российско-киргизского сотрудничества Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности Москвы Участвовать в обсуждении предложений о вводе миротворческой миссии в Донбасс Если заинтересованность в этом будет уставом конфликта Об этом глава МИД рассказал РИА Новости Ранее президент Украины Пётр Порошенко Внёс в Верховную Раду проект обращения в Совет безопасности ООН и Совет Европы Развертывание международной миссии по поддержанию мира и безопасности на территории страны До этого Порошенко направил Генсек ООН Пан Гиммуну Уведомление о принятии соответствующего решения украинским совбецам В Департаменте культуры Москвы обнаружена нецелевая трата почти в 4,5 миллиарда рублей Об этом журналистом заявил глава московского ведомства Александр Кибовский Как передают РИА Новости, сегодня прошло первое после отставки Сергея Капкова С должности главы Департамента культуры заседание Он пояснил, что во второй половине прошлого года Москонтроль проводил системную проверку контрактов заключенных Департаментом культуры По словам Кибовского, в этом году также Москонтроль планирует провести большую проверку учреждения Объединённая дирекция Мосгорпарк Посмотрим, какие будут результаты проверки Надеюсь, они будут положительными Заключил новый глава Минкурта Москвы После пожара на колокольне Новодевичьего монастыря Потребуется заменить купол и часть колоколов Об этом передаёт ТАСС Со ссылкой на заместителя министра культуры Григория Перунова По его словам, по визуальному осмотру ущерб невелик Из-за высокой температуры купол деформировался Немного сколз в сторону Замминистр отметил, что разбор завала займёт около 10 дней Ремонтные работы должны быть завершены к 1 сентября По словам чиновника, плату ремонта будет нести подрядчик Страдавшее строение было застраховано Пожар в одном из самых знаменитых архитектурных ансамблей Москвы В входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Начался накануне вечером и был потушен спустя несколько часов Ранее сообщалось, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание Депутат Госдумы Иосиф Кацон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак Так представитель Забайкальского края в Нижней Палате Парламента отреагировал на трагедию с мальчиком в Чите, которого загрыл два стая собак В свою очередь, СИЗО-защитники заявляют, что необходимо наказывать владельцам животных которые выбрасывают их на улицу 13 марта в Чите было обнаружено тело 9-летнего мальчика которого по основной версии следствия загрызли собаки В Москве сегодня перекрыт рекорд атмосферного давления Сегодня оно поднялось в столице до отметки 774 мм ртутного столба сообщает гидрометцентр Прежде самыми высокими показания барометров были в 1986 году Тогда они составили 771 мм Во вторник атмосферное давление тоже могло оказаться выше рекордного Ранее в гидрометеобюро Москвы и Московской области сообщили что сегодня также ожидается 4-й с начала марта температурный рекорд Мы дальше продолжаем следить за развитием событий Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте Радиомаяк.ру Погода некий В Санкт-Петербурге завтра без осадков Ночные часы 0-2 градуса Днем в северной столице 10-12 тепла В Москве завтра так